Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Через несколько часов начинаются промежуточные выборы 2018 года, вы знаете об этом не хуже меня. И уровень медийного шума становится невыносим. Телеканалы демонстрируют своих кандидатов, переходя на крик и давление. Но давайте прервемся на секунду и поразмыслим, что же мы давно не слышали? Что пропущено в этой какафонии? Во-первых, практически ничего не говорится про Россию. Почему забыт коварный Путин с его ужасающим тайным планом взлома нашей демократии? Что произошло с этим? Ведь мы варимся в этой теме довольно приличное время. Во-вторых, что там с братом Каванна? Что там с его школьным фотоальбомом, придуманным подростковым алкоголизмом и групповыми изнасилованиями, которые он якобы совершал? Что же с этим совсем? Ведь совсем недавно эти истории были самыми обсуждаемыми историями века. 24 часа 7 дней в неделю на всех известных вам кабельных телеканалах. Эти истории должны были определить весь ход промежуточных выборов. Но почему-то сейчас эти истории превратились в какие-то поблегшие воспоминания. Оказывается, они были ничем иным, как отвлекающим маневром. Промежуточные выборы никогда не были и не будут борьбой за Путина, за Каванна или за кого-либо еще обсуждаемого довольно длительное время ранее. Эти выборы, как и все другие выборы, сконцентрированы на важнейших проблемах нашей страны и методах их решения. В этом году таких проблем три. Иммиграция, экономика и национализм. Первая проблема наиболее ясна и понятна всем. Иммиграция определяет, кто будет жить рядом с вами по соседству, кто будет работать в вашем офисе, кто будет выбирать ваших лидеров. И нет ничего более важного и определяющего для любой страны, чем вопросы гражданства. И Дональд Трамп это отлично понимает. Лучше, чем что-либо. Он говорит об этом неустанно в течение трех лет. И все это время официальный Вашингтон пытается заставить его замолчать. Цель Дональда Трампа — запугать белого избирателя страшными историями об агрессивных коричневых людях, сказками о возможном финансировании Джорджем Соросом, каравана мигрантов, который весьма далек от нашей страны. 800 миль. Иначе говоря, молчи, расист. Но Трамп не замолкает. И тогда они решают поменять тактику. Согласно их новой концепции, иммиграция — это выдуманная проблема. И, между прочим, создается впечатление, что представители обеих партий верят в это. Так, пресс-служба Пола Райана сообщила сегодня газете «Политика» о том, что действующий спикер палаты представителей Конгресса США вчера вечером буквально умолял президента прекратить истерить по поводу каравана беженцев из Центральной Америки и, наконец-то, поговорить о чем-то более важном. Например, о налоговых счетах самого Пола Райана. Очевидное перекладывание проблемы с больной головы на здоровую. Ведь если республиканцы проиграют завтра, Райан лучше укажет на Трампа, чем возьмет на себя ответственность за провал с финансированием пограничной стены. А ведь именно за нее в свое время голосовали избиратели президента Трампа. Прекратить говорить о проблемах иммиграции — крайне неверная и нелепая позиция. Вот если Техас и Аризона, к примеру, проголосуют за демократов, то причина будет только в иммиграции. Эти штаты могут продолжать оставаться республиканскими только до определенного момента времени, пока не изменится состав населения. Поэтому все, что связано с иммиграцией, экстремально важно, и избиратели понимают это. Если вы хотите, чтобы люди перестали беспокоиться об охране границ, обеспечьте охрану этих границ. Также наши граждане беспокоятся о других проблемах, которые официальный Вашингтон не считает достойными внимания. Вашингтон отождествляет экономику с рынком акций. Рынок акций динамично растет в течение 10 лет, и телеканалы Вашингтона детально отслеживают каждый шаг этого роста. По их мнению, подъем экономики идет вслед за ростом акций. Но реальность в том, что позитивный эффект от 10 лет роста акций не ощущается теми, кто живет за пределами восточного побережья. Молодые жители центральных штатов США понимают, что они обречены на значительно меньшие заработки, чем их родители. Это меняет американскую мечту. Они понимают, что у них не будет возможности купить машину, дом. Не будет возможности завести семью и детей. При нашей текущей экономической системе достигнуть этого труднее, чем когда-либо в истории страны. Средний класс становится неспособным к воспроизводству себя, и Вашингтону пора паниковать насчет этого. Это основной признак провала, но правительство игнорирует его. Обе партии как-то вяло волнуются по этому поводу. Их решение проблемы — завести новые семьи из других стран. Поэтому неудивительно, что все больше молодых людей заявляют о том, что им нравится социализм. Потому что экономическая система, которую мы имеем сейчас, не помогает им. И пока мы не исправим ее, мы довольно скоро можем получить самый настоящий социализм. И это будет абсолютной катастрофой. А теперь мы переходим к третьей проблеме выборов, логически вытекающей из первых двух — национализму. Национализм — это не расовая категория, как бы ни пытались настойчиво убедить нас в обратном разные медиа. У национализма нет ничего общего ни с расовой, ни с этнической принадлежностью. Национализм — это убеждение в том, что лидеры должны ставить интересы своих стран выше интересов других стран. Президент Трамп лично объявил себя националистом на одной из недавних встреч с избирателями. Я знаю, как это называется. Это своего рода устаревшее слово. И это слово — национализм. И почему мы не должны его использовать? Вы знаете, кто я есть. Я — националист. Итак, Дональд Трамп — националист. То, что в обычные времена президент США объявляет своей основной целью — защиту границ Соединенных Штатов не является чем-то новым. Всегда, на протяжении всех времен и веков, каждый лидер каждого государства был националистом просто по определению. Франк Рузвельт был националистом. Авраам Линкольн, Махатма Ганди, Нельсон Мандела. Национализм всегда был нормой. А почему бы и нет? Тем не менее, внезапно его вдруг объявляют отвратительным и гадким. Национализм. Используйте это слово. Мы будем говорить об этом слове сегодня вечером. В этом слове скрыты разные подтексты, оттенки и смыслы. И некоторые используют это слово, чтобы оскорбить администрацию президента, порой с антисемистским подтекстом. И тем самым заставляя президента открыто объявлять себя националистом. Открыто и величественно. Что вообще происходит здесь? Что вы, как президент США, пытаетесь сказать нам, объявляя себя националистом? Ведь это даже не собачий свисток, это мегафон. Что за бред несут эти люди, повторяя одно и то же вновь и вновь. Итак, национализм — это не богохульство и не сквернословие. Хотя Твиттер и Фейсбук наверняка будут банить любого за использование в сетях этого слова. Но почему? Кто-нибудь ответит на мой вопрос, что в действительности происходит? Почему они так решительны и настойчивы в уничтожении не просто концепции, а даже просто самого этого слова? Ответ очень прост. Вы видите народ, защищающий свои национальные права. Глобализация, которая противоположна национализму, стала причиной грандиозной утечки финансового благосостояния среднего класса США к так называемым странам третьего мира. Американские заводы закрылись, но рабочие места никуда не исчезли, они просто перешли в другие страны. Часть американцев разбогатела от этого, часть американцев стала беднее. Вместо того, чтобы открыто признать эту проблему, люди, разбогатевшие от этой глобализации, пытаются заставить людей, которые обеднели, замолчать или перестать жаловаться на это. Мир без границ невероятно выгоден им. Вот почему они поддерживают его. Национализм для них опасен, как криптонит для супергероев. Поэтому и кричат они громче всех «Расизм! Расисты!» и надеются, что национализм сам по себе исчезнет за ненадобностью. Но исчезнет ли он? Сомневаюсь, потому что национализм — очень привлекательная идея для всех стран и народов во все времена. Люди хотят иметь лидеров, которые будут их защищать. Они всегда этого хотели и всегда будут этого хотеть. Это именно то, что мы знаем наверняка на 100%. Чего мы не знаем наверняка, так это то, что ожидает нас завтра на выборах. Редактор субтитров А.Семкин